С приходом лета растет число обращений к детским травматологам. На каникулы школьники часто предоставлены сами себе и порой попадают в опасные ситуации. Как оградить детей от печальных последствий, разбиралась Анна Корольчук. Слезы, разбитые коленки, ушибы и переломы, частые спутники детских игр. И хотя мир полон опасности, это не значит, что ребенку нужно провести лето дома. Дело родителей подстраховать его и предупредить несчастный случай. Быть рядом и даже на шаг впереди. Маленькой Насте три года. Накануне она каталась на лошади и упала. С переломом бедра девочка поступила в приемное отделение Гомельской областной клинической больницы. После операции она проведет здесь еще три недели. Другой пациент ортопеда травматологического отделения, Кирилл, находится здесь уже две недели и постепенно идет на поправку. У кровати мальчика дежурит его мама. Нам пять и девять, вот скоро шесть. Сломали ногу, вызвали скорую, оказали помощь, привезли, сделали снимки, сказали, как бы перелом. Вот он уже вторая неделя заканчивается у нас. Сказал доктор, вроде на следующей неделе уже будут гипсы и домой. Катался на улице, разогнался. Не успел, ну, начал тормозить, не затормозил до конца и спрингнул. Ну и так вот неудачно упал на ножки. И таких случаев много. Переломы конечностей у детей в летнее время фиксируются чаще, чем в период гололеда. Ортопедо-травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы ежедневно пополняется новыми пациентами в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Фактически в сутки через приемное отделение стационара проходит более 20 детей с разными травмами – черепно-мозговыми, лицевого скелета, позвоночника. У детей младшего возраста, безусловно, это игровая площадка. Это падение из горки, это удары качелей-каруселей. Дети, которые становятся постарше, безусловно, они начинают познавать мир, им интересные ролики, велосипед. И сюда уже включаются травмы падения с велосипеда, падения с роликами. Очень большой удельный вес детей, которые получают травмы на спортивных площадках. Большой удельный вес травм полученных на дорожном транспортном происшествии. 10,5 тысяч детей в этом году обратилось за медицинской помощью в лечебные учреждения, а это на тысячу больше, чем в прошлом году. При этом структура обращения изменилась. В связи с холодной погодой в этом сезоне не было случаев гибели детей на воде. Меньше стало и выпадений из окон. Зато чаще поступают пациенты с бытовыми ожогами. Еще страшнее звучат данные о детской смертности. За 6 месяцев этого года от внешних причин в регионе погибло 11 детей. Буквально сегодня мы получили информацию о том, что умер мальчик в Мозырском районе, который попал в ДТП. В июле месяце у нас получается трое детей ушло из жизни. Девочка 16-летняя, которая попала в дорожное транспортное происшествие, будучи пассажиром на мотоцикле. Умерла маленькая девочка, которая месячная, которую мама опустила во время кормления. Все, кто имеют дело с последствиями таких случаев, сходятся в одном. Большинство трагедий можно избежать, если родители будут более внимательными. Очень часто дети не знают правил безопасности на воде, на улицах и дорогах. Либо нарушают их, копируя поведение взрослых. А ведь эти правила были выработаны на чьем-то печальном опыте. Чашка кипятка, чашка, просто стаканчик, он может лишить ребенка жизни. Нет, родители ставят эти чашки, чайники, купают где-то детей, подогревают воду, они падают в кипяток, вот недавно в Добрушевском районе. Одно мгновение, одно, буквально, больше не надо, и ребенка нету. И потом уже швернуть ничего нельзя. Если несчастный случай не удалось предупредить, как можно быстрее вызывайте скорую или отвезите ребенка в больницу. Не пытайтесь помочь сами, если не знаете, как это сделать. Ведь неправильно оказанная первая помощь только усугубляет состояние детей. Под банальным синяком может скрываться перелом. В случае, если у родителей нет возможности присматривать за ребенком самостоятельно, хороший выход – летние лагеря, в которых в регионе работает более тысячи. Сегодня в различных формах летней занятости задействовано около 70% детей. Там, где есть четкая организация, там нет ни травматизма, ни гибели, ни беды. И педагоги все делают для того, чтобы детям, которые находятся в лагерях, было интересно, они были присмотрены, они были сыты, они были с хорошим настроением. Ну и, конечно же, расширялось их знакомство, кругозор. В течение вот этого сезона у нас не происходили какие-то чрезвычайные случаи в таких формах оздоровительной компании. Напоследок остается только еще раз обратиться к родителям. Будьте внимательны к своим детям, любите их и будьте к ним ближе. Не оставляйте их одних. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Александр Харлампов. Новости недели.